Библейский портал экзегет.ру представляет Господь Иисус Христос в Евангелии Таана говорит «Исследуйте Писания, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Евангелие Таана, 5 глава, 39 стих. Доброе время суток, уважаемые читатели, слушатели, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Священного Писания на интернет-портале экзегет.ру и мы с вами исследуем книгу «Исход». На прошлых занятиях мы рассмотрели с вами 15-16 главу, теперь подошли к 17 главе, которая начинается следующими словами. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в пустынь, в путь свой по певлению Господнюю, и расположилось станом Рефидими, и были воды, и не было воды пить народу. Укорял народ Моисея, и говорили «Дайте нам воды пить». И сказал он Моисей «Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из земли, из Египта, уморить жажды у нас, и детей наших, и стада наши?» Моисей высопил Господу и сказал, «Что мне сделать с народом Сим еще немного, и побьют меня камнями». Так звучат первые четыре стиха 17 главы книги «Исход». Мы видим, что народ израильский продолжает свое путешествие, выходя из Египта, стремясь в небесный Ханаан, в Царствие Божие, в прообраз небесного Ханаана. Он идет к горе Синайн, где в последующем, как мы увидим, ему будут даны заповеди, десять заповедей закона Моисеева. И здесь мы видим с вами, что народ подходит к горе, то раньше у него не было воды, раньше, вернее, когда он уходил от фараона, он подошел, было много воды, теперь, как мы говорили, воды стало мало, потом ему не было есть, мы помним, Господь кормил народ израильский, проведя его через Черное море, манную небесную, теперь народ идет дальше, и теперь он жаждет, и ему нечего пить. Вот это вот состояние жажды, кто чего жаждет в этом мире. Одни жаждут славы, другие – почета, третьи жаждут денег, четвертые – власти. Вся эта жажда, она направлена не в ту сторону, как и у народа израильского. Отцы церкви, Иоанн Златоуст, например, говорит об этом, что жаждать должен был народ правды Божией, но он жаждет другого. Он опять начал роптать на Моисея, говорит, зачем ты нас вывел, лучше бы мы были рабами, но зато у нас было много воды. Итак, жажда этого мира, она, скорее, сегодня склоняется не к тому, о чем заповедовал нам Господь Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна мы помним, Господь говорит, что «Я есть им источник воды живой, кто жаждет, иди ко мне». Мы помним, когда Господь встретился с самарянкой у колодца, в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37-39 стих, он так и говорит, «Кто жаждет, иди ко мне, и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть, мы видим, что жажда народа израильского, она не была в том, о чем Господь Иисус Христос говорил в Нагорной проповеди. Есть такие слова «блаженные жаждущие правды, ибо они насытятся». То есть, правда, она только у Бога. Но когда человек направляет свой вектор жажды в сторону от Бога и начинает искать, что нам есть, что нам пить, то таким людям Господь Иисус Христос говорит, «Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам». Это Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки. «Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Не ищите и не говорите, что нам есть, что нам пить, говорит Господь, ибо этого ищут люди века сего. А вы, Иван говорит далее, как бы так, надеетесь на Господа, ищите прежде». Многие люди рассуждают, ну что же, мы не должны заботиться, что ли? Что значит, не заботишь о завтрашнем дне? А как же планировать свой день? А как же поступать так, чтобы у нас был некий достаток? Надо внимательно читать Священное Писание. Господь говорит, «Ищите прежде, а остальное приложится». То есть на первом месте не должно быть искание власти, денег, комфорта, пищи, питья, одежды и всего остального, то, что сегодня этот мир ставит на первое место. То есть это такая теория, сегодня мир как живет? На первом месте это искание именно удовольствия. Удовольствие – это некий такой гедонизм. Гедонизм – это когда человек во главу угла ставит свой комфорт и свое благополучие, а жизнь людей, которые вокруг него, они только для него как некий подсобный материал, для того, чтобы составлять его вот это вот целеустремление. То есть смещение такого вектора приводит человечество и человека к жестокосердию. И как человек губит себя, так и часто этим жестокосердием губят людей, которые его окружают. Например, Господь Иисус Христос в книге «Откровение», 21 глава, в видениях, через пророка и евангелиста Иоанна, пишет, 21 глава, 6-8 стих, и говорит, «Я есмь альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Такое предостережение в книге «Откровение», кто чего ищет. Здесь народ израильский ищет воды, не ищет правды Божьей, дай нам пить. Он опять начинает роптать на Моисея, то много воды, когда перед морем были, фараон гнался за ними, то теперь нет воды. Это очень похоже на нашу повседневную жизнь. Нам всего часто чего-то не хватает, мы все время какое-то роптание есть, Господи, за что? И другие вопросы. Надо сказать следующее, что вот этот вот вектор такой философии гедонизма, он достаточно распространен сегодня в мире. Например, мир Запада давно уже впал в это состояние, и мы знаем, что были рождественские чтения, и Лавров говорил там, что Западный мир не подписал в Конвенции, что христианство является основополагающим и культурообразующим для Западного мира. То есть это уже серьезное предреждение и говорит о многом. Стоит ли ориентироваться на образ жизни Западного человечества и ее цивилизации. Поэтому, если говорить о гедонизме, то надо сказать, что основателем гедонизма был Аристип. Это философ греческий, древнегреческий, 435-355 год до Рождества Христова. Он был современником Сократа, и путь к счастью, по мнению Аристипа, лежал в достижении максимального удовольствия, избегая при этом боли. Смысл жизни по Аристипу находится именно в получении физического удовольствия. В дальнейшем подхватил эту идею эпикур. Эпикур, так называемая целая даже философская школа античной философии, эпикурейства. Эпикур говорил так, что человеку нужно создать максимально хорошие условия, и тогда он будет добрый. Но это, в общем-то, те возгласы, которые звучали в конце 80-х, в начале 90-х в нашей стране, когда говорили, что накормите сначала людей, а потом требуйте от них нравственности, или дайте им сначала колбасы. Мы видим, что накормили, но нравственность от этого не улучшилась, а скорее даже наоборот. Как говорится, народ заелся. Есть и такое состояние, к сожалению. То есть вопрос именно экономическим или материальным путем, вопрос нравственности не решается. Но эпикур считал иначе в древней философии. Дело в том, что он воспитывался, известно его детство. Его мама часто била, часто сажала его в чулан, наказывала. И поэтому он считал, что если убрать все эти страдания и человека как-то так оградить от этого... И он создал такой райский сад огромный, где приглашал своих учеников, чтобы они себе ни в чем там не отказывали. Такой эстетический путь к достижению всего общего блага. Мы знаем, что этот путь провалился, и эпикур в тоске закончил жизнь самоубийством. В сегодняшние современные есть психологи и даже такие деятели, которые говорят о том, что можно устроить рай на земле. Это так называемое движение трансгуманистов. Вот, например, Дэвид Пирс, философ английский, выпускник Оксфордовского колледжа, он пишет, что в результате технологий каких-то, в результате изучения, так скажем, человеческого ДНК можно человека изменить и его сознание психологическое, и его поведение. Он говорит, что надо даже животных как-то хищных подкорректировать, ввести им какие-то вакцины, чтобы они не нападали на травоядных. Он сам, на самом деле, человек, который в третьем поколении вегетарианец. И вот у него такие есть идеи, что человек может эволюционировать в некой автоэволюции биосферы, будет повышение счастья человека. Причем он не брезгует тем, что, говорит, наука должна создавать новые наркотические вещества. Например, такой наркотик, как экстази, он считает, что это вполне нормально. Человек его принимает, он говорит, что это его взгляд в будущее, каким счастливым будет будущее, таким эйфорийным, где не будет ни счастья, где не будет ни страдания, ни боли, а одно счастье. Поэтому все эти заявления есть о таком создании Ра Божьем на земле, такой жажде даже к этому. Есть целое общество, которое создано уже на Западе. И они проводят эксперименты над человечеством, как, по их мнению, их шаблону, устроить счастье человеку и рай на земле. Это, в общем-то, мы проходили неоднократно в истории человечества. Такие попытки неких горячих умов всех скроить по своему шаблону. Мы знаем и недавно прошлое историческое нашей страны. Поэтому, думаю, что весь вопрос в этом отношении, он складывается к тому, что когда человек отказывается от Бога, то он начинает, как говорит об этом апостол Павел, осуетились в умствованиях своих. То есть, вот эта суета о том, как достичь Царствия Божьей без Бога, она приводит часто к крушению. Как нравственного состояния, как мы видим в человеке, так и в человечестве в целом. Итак, Господь сказал Моисею, мы читаем пятый стих, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых и старейшин израильских, жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой там на скале Хариви, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса-Имирива, по причине укорения сынов Израилю». Вот Масса-Имирива, это очень интересно обратить внимание на название даже этого места, если его перевести с еврита, переводится так «искушение и ссора», либо «искушение и тяжба», то есть где народ роптал за то, что Моисей вывел их из рабства. И мы видим, что Моисей слышит слова Божие, он ударяет в скалу, и оттуда потекла вода, и, как сказано в дальнейшем, народ пил воду из этой скалы. Ну, представляете себе, это не был просто ручеек или какой-нибудь маленький источник, это был огромный поток, такой, ну, почти речной поток, потому что напоить, мы помним, сколько людей выходило из Египта, это 3 миллиона, это огромное количество, то есть это явное было чудо, которое совершил Моисей по повелению Божию. Итак, ну, например, если посмотреть кого-то из отцов, ну, скажем, блаженный Августин, да, он пишет о том, в следующем, что, как в 8 стихе сказано, что «после этих событий пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Вот блаженный Августин не хочет видеть никаких мелочей, даже вот в этом названии, что амаликитяне воюют против израильтян, он видит такую многозначительность и указывает на наше духовное состояние. Вот что он пишет. «Нет ни одного греха, которому божественный закон противостоял бы больше, чем гордости, и в нем, в этом грехе, тот особенно гордый дух, посредник, ведущий вниз и преграждающий пути вверх, получает большее право господствования, есть ли только его скрытые козни, или не обходят другим путем, или он не преодолевается крестом Господним, который прообразовал Моисей, простерши руки». Мы далее увидим, что Моисей начнет молиться, и об этом блаженный Августин уже пишет. «Простерши руки для грешного народа», что переводится как «амалик», «открыто неистывающего и мешающего прохождению к земле обетованной». Конец цитаты. Видим, что дальше так и будет сказано, что когда началась эта война, то Моисей начал простирать руки и встал в молитве за народ израильский, об этом, как я сказал, упоминает блаженный Августин, и говорит, что молитва помогает одолевать тех людей, которые, как пишет блаженный Августин, «открыто неистывающих и мешающих прохождение к земле обетованной». Конец цитаты. Я думаю, что в большей мере опасно это состояние тех людей, о которых мы сказали выше. То есть люди, которые мечтают о каком-то устроении царствия Божьем на земле. Устроение царствия Божьей на земле – это не что иное, как ересь. Эта ересь называется хелиазом. Она осуждена еще на церковных соборах. Она очень, в принципе, по своему состоянию древняя. И эта ересь говорит о том, что будет действительно тысячелетнее царствие на земле. Некоторые даже отцы церкви об этом говорили, но свои учения не говорили, что оно не церковное, а было их личное мнение, которое они рассматривали, как только их предположение о том, что это возможно. Но это не церковное учение. Есть такое понятие, как «консенсум патрум», то есть «согласие отцов», где священное предание, отцы церкви, понимаются. Сначала мы, по-моему, об этом говорили, но повторю, на 5-м и 6-м Вселенском соборе есть 19-е правило Трульского собора. Оно звучит так. «Невозможно истолковать священное писание, недопустимо. Истолковать священное писание, кроме того, как истолковывали его учителя церкви». То есть мы видим, что такое истолкование, вольное понимание священного писания, оно невозможно. Поэтому было сначала 12 отцов церкви, но потом сверли до трех. Это Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Эти отцы церкви считаются отцами вселенскими и неким образцовым мирилом православия. То есть если эти отцы говорили об этом одно и то же, значит, это учение будет церковным. Итак, учение о всеобщем царстве на земле – это обман. Хотя многие люди, к сожалению, используют это состояние, естественное состояние устремления человеческой души к справедливости, к жажде добра, к жажде правди. Они используют в своих целях, обещая вот такие вот райские какие-то тут системы, которые, как повторю, они невозможны на земле. Бывает хорошее управление, бывает плохое, бывает никудышнее, но абсолютно, чтобы была справедливость на земле, такого царства устроить нельзя. Итак, мы читаем с вами далее, что, как сказано в 12 стихе, «но руки Моисея тяжелели, когда он взмолился и поднял руки, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на камень. Арон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения сонта. «И низложил Иисуса Малика, и народ его острием меча». Мы видим, что когда руки Моисея оттяжелевали, то его поддерживали Ор и Арон. Очень важно, братья и сестры, в нашей духовной брани, особенно в невидимой брани, потому как сказано, что наша брани не против властей, не против мира правителя века сего, а против духа Слова Поднебесных. И вот очень важно нам, когда наши священноначалия, владыки, священники молятся в храме, не забывать о том, что Господь нас учил о соборной молитве. И сказано, где двое, трое соберутся, там и я посреди них. Также сказано, Господь нас не учил молиться отчимой, а учил нас молиться отчинаш. Очень важна молитвенная поддержка, когда идет, как я уже сказал, духовная брань. Когда молитва соборная, она всегда имеет свою силу, нежели молитва личностная. Она тоже необходима, но Господь нас самим названием молитвы, как Он нас учил молиться, призывает именно к этому соборному предстоянию перед Богом. И мы видим, что когда у Моисея тяжелевали руки, то их поддерживали, и тогда снова Израиль побеждал Иисус Новин, здесь упоминается как военачальник, Он побеждал Амалика, и народ его острием меча. Итак, эта 17 глава рассказывает нам о дальнейшем путешествии народа Израиля в пустыне, о искушении, о искушении Моисея, и мы видим, что о ропоте, но мы видим, что Моисей дает пить, да, и когда он ударяет о скалу, то многие отцы церкви видят здесь указание на Господа и Спасителя Иисуса Христа, который является камнем, как сказано, камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Если Господь наш Иисус Христос и в этом состоянии, и когда идет духовная брань, будет главой угла, неотверженным в нашей духовной жизни, то тогда, как сказано, если Бог с нами, то кто против нас? Или, как говорит об этом Максим Исповедник, он говорит, Господь да Я – это большинство, и причем подавляющее.